Добрый день, Аркадий. Представьтесь, пожалуйста. Знаете что, я сразу тебе говорю, я по-русски немного плохо говорю, но надеюсь мы понимаем друг друга. Аркадий, а фамилия? Джинисян. Какая? Имя русское Джинисян. Я сам армянин, живу в Грузии, в Ахалцифе, в Степелисе, недалеко, 220 километров, ну так. Там родился вирус. Отлично. С чего Аркадий решили со мной поговорить? Просто интересно. О чем? Какие вопросы? Я всегда смотрю твои ролики. Мне приятно с тобой общаться. Пришлось такое желание с тобой пообщаться, поговорить. Я сегодня утром тоже в ютубе посмотрел. Вы говорили там. Я хотел спрашивать одно. Вы всегда говорите, чтобы Армению покидали туда-сюда. Армяне почему живут в России? Пусть живут в Армении. Ну, Камран, это знаете что? То, где живет, это не имеет значения, я так думаю. Потому что многих азербайджанцев и турков живут в России. Я сейчас нахожусь в Саратове, там тоже живут азербайджанцы. Ну, много. Может и миллионов россий. Если они вернутся, если они вернутся, может и в Азербайджане, может и в Армении тоже, может и в Грузии места не будет их жить. И чтобы дальше воевать, чтобы с кем-то, чтобы, ну, забрали землю для них, строили дом или что-то, чтобы они жили. Ну, воевать, это уже другое. Это страшно вообще. Аркадий, то есть я должен всем армянам, которые не живут в Армении, сказать спасибо за то, что они не возвращаются в Армению. Потому что если они все вернутся, то им придется завоевывать новые земли. Правда? Может быть. А вы не думали, если вдруг азербайджанцы все вернутся? Ну, например, 35 миллионов азербайджанцев из Ирана вернутся в Азербайджан, из России, из Европы. Тогда ведь вообще большая проблема будет. Вот, как вы знаете, азербайджанцам все-таки в шесть раз больше, чем армян в мире. Ну, это естественно. Вот как-то так. Вот как-то так, но никак иначе. Ну, зачем и за что-то воевать, если можно все понимать друг друга, все решать, и государство решит, и они понимают друг друга, что надо вернуть. Ну, я с вами согласен. Вы определенно, Аркадий, мудрый человек. И то, что у вас нет агрессии, вызывает мое уважение. И, честно, как интервью, я думал, найти тебя в инстаграме, общаться с тобой. Спасибо. Я рад, что ты смотришь за моим ютуб-каналом. Сейчас ты тоже уже на нем, кстати. Скажи мне, Аркадий, вот вопрос личный. Чтобы мы не говорили, знаешь, армяне уезжают из Армении, азербайджанцы там живут где-то в Америке. Конкретно, вот почему ты не живешь в Армении? Вот я живу в Азербайджане, почему ты не живешь? Потому что я родился в Грузии и там живу. Из-за того, что ты родился в Грузии? Просто это вопрос. Мои родители тоже родились в Грузии. Родители в Грузии. А дедушка где родился? Дедушки в Грузии. В Грузии. В Грузии все-все. Да. А как зовут папу, например, и дедушку? Просто интересно. Андрей. Андрей. Андроник. Андроник. Андроник Андрей. А как зовут дедушку? Дедушку? Да. А бабушку зовут? Сирануша. Дедушку звать Андроник. А папу как зовут? Павлик. Павлик. Андроник Андрей. То есть от Андроник. Окей. Павлик и идет Аркадий. Очень красиво у вас имена, я скажу. Супер. А другого дедушку как зовут? А брату? Брату зовет Ашот. Настоящее армянское имя. Такой, знаешь, резкий переход. Андрей, Павлик, Аркадий и вдруг Ашот. Вот пришел. Наверное, да. Ашот младший, брат, да? Старший. Старший даже, брат. Круто. Скажи мне такой, а чем занимаешься в Грузии? Где работаешь? В какой сфере? Ну, в Грузии работаю маляром. Маляром. Строителем. А никогда не думал о том, что вот работа строителя и маляра, она ведь есть и в Армении. Почему бы не поехать и там это не делать? Те же деньги, наверное. Ну, при чем деньги? Я там привык, работаю и живу. Родственники все равно. Вот почему, по-твоему, все-таки у тебя родственники, все-таки, я думаю, часть родственников или хотя бы друзей в Армении. Почему все-таки армяне уезжают из Армении? Сегодня уже 2 миллиона 612 тысяч армян проживают официально. Я опять-таки пересчитывал. Уже 2 миллиона 612 тысяч. Было 2 800 еще два месяца назад. То есть за два месяца 178 тысяч армян покинули Армению. Почему армяне уезжают? То есть их было 4 миллиона в 93-м году. Представь, сегодня 2 600. Почему? Ну, знаете, не могу на этот вопрос ответить, почему они уезжают. Но я думаю, наверное, там их жить легче. Или как-то зарабатывают, как-то войны нет. Ну, наверное, поэтому. Также я могу задать вопрос. Можно? А почему ваши азербайджанцы тоже живут так? И не меньше, могу сказать, 2 чем-то миллионов живут в России. Я тебе скажу, вот смотри, у нас на 93-й год в Азербайджане было, на 93-й год вместе с миллионом 800 тысячами беженцами, 7 миллионов азербайджанцев. Вместе с беженцами из Карабаха, из Еревана было 7 миллионов. Вас было 4, сейчас нас в Азербайджане 10, а вас 2-6. То есть у нас на каждого третьего стало больше в Азербайджане, у нас на каждого третьего меньше в Азербайджане. Но при этом наши тоже уезжают работать куда-то, что-то как-то, бизнесы строить. Наверное, я считаю, знаешь почему? Наши, когда уезжают, разница в чем? Во многом. Вот ты не поверишь, но наши, когда уезжают, наши в основном мужчины уезжают, там работают, а жены, дети остаются здесь. То есть у вас как бы уезжают, продают дом, у вас как бы идут ва-банк. Не все, Камран, не все. Я тоже сейчас могу сказать, я тоже бываю в России, работаю, но моя семья живет в Грузии. Мама, жена, дети, туда-сюда, все. Нет, у меня вопрос другой, Азербайджанцы. Я понимаю, почему можно сказать, почему азербайджанцы, например, уезжали. Ты скажешь, вы же тоже уезжаете. Ну, у вас 30 лет была у армян, то есть, да, ну, я имею в виду армян армянский, да, здесь все-таки граждане Джорджия. У вас же более выигрышная позиция была. Вы же как бы 30 лет, 28 лет были в более выигрышной позиции. То есть страна, которая, как они, все армяне говорят, победила в войну. Страна, которая оккупировала. Окей, вы говорите, освободила. Я не хочу сейчас спорить. А в любом случае, вы 28 лет были в выигрышном положении. Как бы, и вдруг почему-то имея выигрышную позицию, да, позицию, как вы говорите, во многом победителя, которую сами, причем, в принципе, называете своей единоличной победой, опять об этом не спорят. Ну, в любом случае, победа была вами названа в помощи советской техники. Или просто, в любом случае, вы были в статусе более удобно. У вас не было миллиона беженцев, у вас не было такой ситуации катастрофической, как у нас, да, когда у нас в стране были изменения во власти, фактически был переворот, нормальная власть наконец-таки пришла, миллион беженцев, понимаешь, их некуда класть, некуда их, им надо дать работу, их надо где-то, знаешь, поселить. Все общежития, все полуподвалы, все забито было. Люди, которые жили шикарно, вдруг они живут в полуподвалах, в сарае, поселениях, палатках, ну, неважно, в любом случае, вы были в более выгодной позиции. Вы получили новые месторождения золотые, вы получили земли, вы получили то. Почему все-таки в статусе более выгодном армяне стали ввечать? Это дело не в этом, что Камран, мы были, ну, наши армяне были в выгоде. Было такое, я как понимаю, знаешь, что, ну, ты имеешь про Карабаха, но Карабах, это, я знаю, очень старый город, очень старый. И Армения тоже старый город. Я не живу в Армении, но я немножко знаю, что это старый город, очень даже. Да, у нас тоже есть старый город. До нашей эры, до нашей эры была. Пока, пока, по-моему, я так понимаю, ни Азербайджан, ни Турчин, ни Россия даже мог этот город называть, ну, вокруг. В Армении, ни Тбилиси, нигде. Это была Армения, старый город. А потом создались вокруг города. Не то, что это была Карабаха. Я не спорю это, я не хочу просто спорить. Я просто хочу понять, что, ну, было, это старый город Армения. А потом... До нашей эры, да. До нашей эры, да. То есть сначала появился старый город Армения, потом уже появились все остальные земли. Грузия, Персия. Персия появилась, появилась потом. Да, да. Я считаю, что Вавилон даже был позже Армении. Даже Вавилон появился позже Армении. Это как бы Армения появилась. Потом, наверное, все-таки создали Вавилон, потом появилась Византия. А скажи мне такую вещь. То есть из этой позиции, из-за того, что Армения – это древний город, и Карабах – это древний город, ты все-таки считаешь, Карабах – это армянская земля, да? Я считаю, знаешь как? Я считаю, что старый город, как? Это была... Ну, Карабах – есть Карабах, Армения – есть Армения. Ну, я не знаю там, что происходило, но я знаю то, что это тоже Армения называется как бы. Клево. Клево. Как приятно, наверное, знаешь, 9 тысяч лет, наверное, ощущать это величие. Вот представь, а каково это, знаешь, вот, имея такую историю великую, да, 9 тысяч лет, это империя, это города, это величие. Каково это вот сегодня жить вот в таком вот состоянии, что Армения вот такая маленькая в блокаде, в Армении нет выхода к морю, в Армении... Как это вы, вот, великие такие воины, великая нация, великая империя армянская довела это вот до такого состояния. Как это могло произойти? Как-как? Еще повторяйте. Вот я говорю, да, вам 9 тысяч лет, у вас города, у вас великие крепости, у вас там Урарту, у вас Византия, вы покорили Вавилон, Римская империя вам поклонялась. Это все исторические события. Об вас написано в Библии, об вас писал даже сам Гомер в Великой Илиаде. Мне интересно, как вот вы это величие все потеряли? Как вот так? Сегодня так вот все. Чтобы мы потеряли? Ну да, каким образом произошло, что... Понятно, минуточку. Я знаю. Да. Наверное, из диаспоры. Ну, сегодня мы много интересного узнали, друзья. Я считаю, этот эфир нужно показывать детям в школе или лучше не надо. Да, это сейчас он погуглит. Интересный разговор, кстати. Все, диаспора позвонила. Все, выйди. Выйди. Ой, да. Ой. Ой. Продолжение следует...